Здравствуйте! В этом видео сошьем несколько детских костюмчиков. Очень быстро и легко, и нам для этого не потребуется выкройка. В предыдущем видеообзоре моего заказа из магазина 1 метр ткани я показывала вот эти отрезы. Это трикотаж, интерлок и кулирка. И я их приобретала для создания капсульного гардероба для своего ребенка в детский сад. Потому что часто возникает такая проблема, что к брюкам сложно подобрать топ, они не сочетаются. А я хочу создать сочетаемые между собой комбинации вот из этих отрезов. Для того, чтобы раскроить штанишки и топы, я буду использовать брючки и лонгслив, посадка которых меня устраивает. И для перевода выкройки я буду использовать пленку. Это обычная полиэтиленовая пленка, которая на самом деле предназначена для теплиц. Я ее приобретала в магазине хостоваров. Она очень тонкая и пластичная. Можно также использовать кальку или любую другую бумагу, но с пленкой намного удобнее, потому что она просвечивает. И еще, если у вас нет, к примеру, изделий, посадка которых вам нравится, устраивает, то вы можете использовать готовые выкройки. Вот, к примеру, у меня есть детский выпуск Борды. Это осень-зима 2020. Этот выпуск можно приобрести и по сей день в магазинах с журналами и газетами. Но я буду использовать изделие, которое у меня уже есть. Для начала лучше всего хорошенько поутюжить изделие, для того, чтобы оно стало плоским, ровным, и мы могли с максимальной точностью перевести швы и очертания деталей. Давайте начнем с простого, с брючек. Разложите их на столе, чтобы не осталось ни одной складки. И расположите вот этот внутренний шов прямо на сгибе. Также, если есть боковые швы, пусть они тоже будут на сгибе. У меня здесь нет бокового шва, поэтому я ориентируюсь на внутренний шаговый шов. Если у вас есть боковой, можно, например, ориентироваться на него и разложить его на сгибе. Таким образом, внутренний шаговый будет, например, немножко смещен вперед. И вот здесь, на вершине внутреннего шагового шва, у меня задняя половинка брюк немного переходит на переднюю. Это нормально, не старайтесь подправить. Этот припуск нам нужен для хорошей посадки. Разложили, сверху наложили пленку. Я прикладываю ее край ближе к внутреннему шаговому шву, и остальная часть со стороны боковой части. И просто обвожу по линии швов. Повторяю линию талии. Но вот здесь, поскольку талия немного присобрана на резинку, на эластичную тесьму, я вытягиваю поясок до тех пор, чтобы вот здесь пропали сборки. И прорисовываю вершину пояса. Введу маркером, чтобы было лучше видно. Вот такой поясок у нас получился, когда я его подрастянула. И теперь эту точку я соединяю с боковой линией там, где заканчивается вот это закругление. То есть там, где боковая линия становится прямой. Далее внутренний шаговый шов, не включая вот эту часть. И линия низа. Мы обвели переднюю деталь. Теперь необходимо обвести заднюю. Если у вас также нет бокового шва, то переворачивайте брюки и совмещаете боковую линию до момента закругления. Здесь боковая линия также немного отходит вовнутрь из-за эластичного пояска. Можно немножко подрастянуть. Прорисовываем линию талии. Вот здесь у нас тоже остается небольшой треугольник на растяжение. И затем обвожу средний шов. Немножко подправляем. Расправляем эту часть. Вот здесь я проведу линию пунктиром, потому что ее еще нужно немножко доработать, поскольку вот здесь есть небольшой уголок, который уходит в переднюю деталь. А остаток шагового шва я уже обвожу. Готово. Теперь снова переворачиваю передней частью, прикладываю эту пунктирную линию к сгибу. Вот так. И дорисовываю уголок. Выкройка брюк готова. Можно вырезать. Если в брючках, по которым вы шьете, есть боковой шов, то вы можете его отразить на выкройках и, соответственно, сделать две детали. Отдельно переднюю, отдельно заднюю. Кстати, можете сразу отметить, какая часть передняя, какая часть задняя. Но вы можете ее легко определить, например, по линии талии. Сзади, как правило, линии талии повыше. Это выкройка без припусков на швы, поэтому мы будем дополнительно добавлять при раскрою по низу изделия и на обработку пояса. Переходим к лонгсливу. Его также хорошенько расправляем и складываем пополам. Например, оставив переднюю деталь сверху, соединяем плечевые, еще раз все разглаживаем, боковые и низ на одном уровне и накладываем сверху пленку. Обводим линию горловины. Линию сгиба и линию низа. Кстати, если пленка смещается, можно прикрепить ее булавками. Вот здесь можете отметить для себя, что это сгиб. Далее плечевая линия. И очень внимательно необходимо отметить пройму. То есть это место втачивания рукава. Вот здесь образуется складка, я немного расправляю и дорисовываю линию проймы. Боковая линия и передняя деталь готова. Можете отметить, что это передняя деталь. То же самое повторяем со спинкой. Складываем ее снова пополам. Спинка остается снаружи. Для того, чтобы мы видели, все швы соединяем. Остается только рукав. И перевести выкройку с него можно точно так же, как и на брюках. Расправляем рукав. Сверху накладываем пленку. Обводим сгиб. Можно сделать это пунктиром. Низ рукава. Шов рукава. И линию оката. Также отмечаем сразу, пока не запутались, какая это часть рукава. Она притачивается к передней детали, к полочке. Поэтому это передняя часть рукава. Затем рукав переворачиваем. Расправляем. И накладываем пунктирную линию к сгибу по рукаву. Выкройки готовы. Можем подготовить материал к раскрою. Трикотаж я предварительно постирала. Кстати, многие под видеообзором материалов из 1 метр ткани спрашивали, не линяет ли вот эта синяя ткань с принтом денима джинсы. Так вот, я ее постирала вручную для того, чтобы посмотреть, линяет ли этот трикотаж. Обычно я стираю не выше 40 градусов. И при такой температуре вода немножко приняла голубоватый оттенок. Но в пределах нормы. Для таких темных тканей, для темных материалов это нормально. В этом нет ничего страшного. И во время полоскания уже вода была полностью чистой и прозрачной. Поэтому, если сомневались, стоит ли покупать этот трикотаж, не полиняет ли он, все в порядке, можно покупать и не бояться. Мой материал немножко мятый, поэтому я сейчас хорошенько отпарю и разглажу. Кстати, примерно месяц я уже пользуюсь новым парогенератором. Это профессиональный парогенератор бренда Lilith. Я его заказывала в интернет-магазине Seven Shop. Сейчас пользуюсь им и в рабочих целях, и для глажки домашнего белья. Мне нравится, что у утюжка большой вес, а еще очень мощный пар. Причем пар сухой. Кстати, вы знаете, чем отличается сухой пар от влажного? Если нет, напишите в комментариях, и я расскажу в следующих видео, в чем отличие сухого пара от влажного, и сделаю обзор на свой новый парогенератор. Кстати, я сейчас декотирую, утюжу все отрезы, которые приобретала для пошива детской одежды, потому что я буду шить несколько костюмчиков по одной и той же выкройке. И для того, чтобы тимизировать время, я буду сразу кроить все отрезы. Начнем с брючек. Я сложила кулирку принтом джинсы денима сразу в 4 слоя и скрою 4 детали брюк. То есть, получится сразу 2 пары брюк. Располагаю выкройку так, чтобы вокруг оставалось немножко пространства в качестве припусков на швы. Выкройку прикреплю булавками, чтобы она не смещалась. Пленка очень мягкая, поэтому ее легко прикрепить. И далее просто обажу по всем контурам. я отложу 2 сантиметра и вот здесь просто продолжаю линию. По низу тоже оставляем припуск на шов, например, те же 2 сантиметра, а в остальных частях можно оставить по 5-7 миллиметров, если вы будете шить на оверлоке. Если оверлока нет, то можно ставить сантиметровые припуски, проложить прямую строчку, а затем обмитать, например, строчкой зигзаг. И после этого вырезаем. кстати по низу можно не просто подогнуть срезы вовнутрь и проложить строчку, а, например, обработать манжеты, скроить небольшие полоски, прямоугольники и затем собрать низ на сборку. Тоже классная идея. И у нас получилось 2 пары брюк. У меня остался еще достаточно большой отрез, из этого можно скроить еще 2 пары брюк, либо, например, футболочки или лонгсливы из 2-й выкройки. Складываю отрез лицом вовнутрь, сразу несколько слоев, сложила в 4 слоя и сейчас раскрою сразу 2 топа, 2 лонгслива. Прикладываю переднюю половинку к двойному сгибу, то есть вот здесь у меня 2 сгиба, здесь 1 сгиб и 2 кромки. Прикладываю сюда. Закладываю на припуски по швам и дальше чуть выше, к тому же сгибу прикладываю уже деталь спинки. Также закладываю немножко на припуски по швам сверху и снизу. У меня получилось 2 спинки, 2 полочки и значит мне нужно 4 детали рукава, поэтому я прикладываю всего лишь один раз. Кстати, предыдущий трикотаж с принтом джинсы это кулирка, а вот этот трикотаж интерлок и он намного сильнее тянется, поэтому он просто идеален для детской одежды. Очень комфортно, не сковывает движений, легко надеть через голову, поэтому это даже более удачный материал для детской одежды. Рукав обвели, обязательно отмечаем переднюю часть рукава, можно, например, сделать надсечку. Из остатков я скрою обтачки для горловины и у меня остается еще достаточно большой отрез, из которого я, возможно, даже скрою брюки или футболочку. в качестве обтачки из остатков краю две полоски, потому что у меня два верхних изделия. готово. И точно так же я краю оставшиеся два отреза. На самом деле, если оптимизировать раскладку, то, возможно, вам материала хватит даже на большее количество изделий, поэтому, если есть время, если не сложно, то можно поэкспериментировать, а не складывать просто в четыре слоя. Вот сколько деталей на изделии у меня получилось, теперь их остается только сшить. Кстати, раскрой получился очень экономичным, у меня осталось буквально маленькие отрезки, которые уже ни к чему, скорее всего, не применить. Покажу, как буду их собирать. Это деталь брюк, и я буду обрабатывать пояс эластичной тесьмой, и также хочу добавить его по низу брюк, для того, чтобы они были немного более собранными. По талии я советую замерить комфортные для ребенка объем. Для того, чтобы определить количество эластичной тесьмы по талии, советую сделать это прямо на ребенке, потому что резинка может иметь разную степень эластичности. Либо, если такой возможности нет, то можно сравнить с образцом. Не растягивая пояс, замеряем, и с прибавкой в два сантиметра на швы срезаем. По низу брюк я хочу сделать небольшую сборку, поэтому возьму на несколько сантиметров меньше по сравнению с длиной низа. Например, на 4-5 сантиметров меньше. И мне потребуются два таких отрезка. Теперь, прежде чем собирать детали, я советую сначала обработать низ изделия, обметать и, возможно, даже подогнуть. Это не совсем правильный вариант, не совсем правильная технология, потому что сначала мы должны обрабатывать внутренние шаговые, боковые швы, только после этого в самом конце обрабатывать низ изделия. Но я не очень люблю подгибать и застрачивать маленькие округлые срезы, поэтому я сделаю немножко не по правилам, но зато мне будет удобно и я смогу сшить изделие быстро. Я переворачиваю деталь брюк изнаночной стороной наверх, прикладываю резинку к одному срезу, затем подтягиваю ко второй стороне и прикрепляю булавкой. Растягиваю, чтобы выровнять срезы и прикрепляю в промежутках. Теперь я сразу же на верлоке обметаю два среза вместе, то есть таким образом соединю открытый срез вместе с эластичной тесьмой и немножко присоберу низ изделия. То же самое повторяем со второй деталью брюк. Притачали резинку по низу и теперь отгибаем лицевой стороной вовнутрь и соединяем шаговые срезы. У меня это только шаговые срезы у вас могут быть и боковые. Если боковые есть и вы тоже решили обработать резинкой низ брюк, то лучше всего сначала обработать боковой и только после этого притачивать резинку. Прокладываем строчку или сразу же на верлоке. Соединили внутренние шаговые срезы. Теперь одну деталь выворачиваем на лицевую сторону, вкладываем ее во вторую и совмещаем вот эти центральные округлые срезы. Внутренние шаговые швы, которые мы только что прострочили, должны совпасть. и стачиваем вот этот срез на машинке. соединили две детали, выворачиваем брюки, остается только притачать резинку по талии и для этого нам необходимо закольцевать резинку, соединить ее по коротким срезам и прикрепить к срезу талии со стороны изнанки. Подрастягиваем немножко эластичную тесьму, совмещаем со срезами и скрепляем. Теперь прокладываем строчку сразу на оверлоке либо зигзагом соединяем и обметываем срезы. В процессе стачивания немного подрастягивайте эластичную тесьму для того, чтобы срезы выровнялись по длине. Нам остается только застрочить низ брюк и застрочить пояс. Для этого просто отгибаем наизнанку на ширину пояса на ширину эластичной тесьмы и скрепляем булавкой. Теперь прокладываем строчку прямую либо зигзагообразную. Я, скорее всего, сделаю зигзагообразную для того, чтобы сохранить эластичность. Зигзагообразная строчка получается очень аккуратной и при этом сохраняется эластичность. Остается только провести финальную утюжку и наши изделия будут готовы. Соберем топ, лонгслив, футболочку или даже платье. Вы можете удлинить этот силуэт и сделать платье. Я, кстати, с одним изделием так и поступила. Соберем полочку и спинку по плечевым швам, соединяем только короткие плечевые срезы и прокладываем и прокладываем строчку. На оверлоке идеальный вариант. Если нет, то прямая строчка либо зигзаг. Также мы скроили полоску для обтачки по горловине. Ее нужно сложить пополам, совместить короткие срезы и застрочить. Продолжение следует... Обработаем горловину обтачкой. Сложить обтачку пополам. С одной стороны остается шов и по сгибу сделайте надрез. Сложите вновь пополам и сделайте на двух новых сгибах маленькие надрезы. То же самое повторим с горловиной. Складываем пополам. На сгибе по спинке маленький надрез буквально на 2 миллиметра. По полочке то же самое. Затем складываем пополам и на двух новых сгибах снова делаем маленькие надрезы. Они не совпадают с плечевым швом. Все. У нас есть контрольные отметки и мы можем быстро присоединить обтачку к горловине. По короткому срезу обтачки сделайте небольшой надрез на 2-3 миллиметра, чтобы направить срезы в разные стороны. Складываем обтачку пополам и прикрепляем этот шов к середине горловины по спинке. Мы там сделали надсечку. Находим серединку у обтачки и прикладываем ее к надсечке горловины со стороны полочки. Следующая контрольная отметка возле плеча. Находим также надрез по обтачке и соединяем. и последняя отметка соединяем. Можно также прикрепить в промежутках, если вам это необходимо, и затем проложить строчку в круговую. Желательно, конечно, на верлоке. Если верлока нет, то лучше всего только зигзагообразная строчка, для того, чтобы вот этот срез сохранил эластичность, чтобы мы с легкостью могли провести через голову и надеть изделие. Я еще сразу же присоединю рукава, чтобы сделать максимум операции на машинке. Нахожу переднюю часть рукава, ориентируясь на надсечку, и прикрепляю ее к полочке. Вот таким образом отворачиваю и соединяю. То есть мы сейчас присоединим рукав к открытой пройме. Сначала присоединим по пройме, а только потом закроем рукав. Соединили с двух концов и остается только присоединить, срезать друг к другу по всей длине. С одной стороны готово, и то же самое со второй. отверстие. Продолжение следует... прежде чем собирать нашу кофточку long sleeve дальше я советую обязательно сначала поутюжить горловину поскольку потом после того как вы уже сошьете изделие с комфортом поутюжить горловину и сделать ее аккуратной у вас возможности не будет поэтому лучше всего сделать это сейчас возьмите какую-нибудь подушку если есть колодку или например можно свернуть полотенце и наложите поверх горловину таким образом чтобы она легла ровно но при этом сохраняла свои округлые очертания то есть мы не раскладываем на плоской доске для того чтобы сохранить вот эту форму и не сутюжить ничего лишнего разложили все лежит аккуратно и теперь хорошенько приутюживаем посмотрите как идеально легла горловина обтачка полное прилегание аккуратная форма по сравнению со второй половинкой но сейчас мы ее тоже проведем в порядок обязательно включайте функцию пара и хорошенько приутюживайте идеальный результат вообще с интерлоком очень-очень комфортно работать и я уверена его будет очень комфортно носить потому что он супер нежный супер мягкий очень эластичный я прямо очень сильно советую вам заказать интерлок если вы планируете шить детскую одежду это просто идеальнейший вариант и даже лучше чем кулирка кулирка на мой взгляд отлично подходит для брючек но вот для верхних изделий для топа для футболок сливов и маечек особенно кулирка просто идеальный вариант она нежная с обеих сторон красивая и супер комфортная наверное я закажу еще потому что мне очень понравилось также можно сразу поутюжить шов втачивания рукава пройму и теперь можем закрыть срезы по рукавам и боковые срезы отгибаем наизнанку совмещаем срезы по низу швы притачивания рукава они должны совпасть и низ изделия скалываем в промежутках и на машинке собрали по боковым швам и швам рукавов нам остается только обработать низ рукава и низ изделия интерлок в процессе пошива достаточно сильно растягивается поэтому лучше всего перед тем как подогнуть низ изделия сутюжить эти срезы теперь отгибаем срезы наизнанку скрепляем булавкой и прокладываем строчку в круговую на этом наш лонг слив будет готов лонг слив тоже обязательно утюжим хвостики от оверлока прячем можно сделать это с помощью большой иглы либо специального устройства и проводим финальную утюжку точно так же я шью все остальные изделия и получается большая капсула а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok